Эх, Таня Матаня! Привет, привет! Это Таня Матаня. Съездили мы, покатались на лыжах весенние каникулы. И сейчас, конечно, я расскажу про наш отдых. Но рассказывать я буду не просто так. Не просто. Я решила разделить свой рассказ на две части. Первая часть будет, как будто бы я оптимист и рассказываю про свой отдых с точки зрения оптимизма. Эта часть будет называться «Ах, какой отдых!» А вторая часть будет называться «Ох, какой отдых!» Со стороны того же самого человека, поможего в том же самом отдыхе, но воспринимающего всё совершенно по-другому. А вы решите, где я рассказываю, как, и ехать ли вы вам в дорогу с детьми, ехать ли кататься на лыжах и так далее. Ах, какое наше было путешествие! Сборы у нас были хорошие. Я всё собрала, всё мне пригодилось. В дороге всё пригодилось. В самолёте ребёнок, в принципе, себя вёл замечательно. Где надо, поспал, где надо, поел. Всё хорошо, очень помог мне слинг в каких-то местах. То есть я его на руки взяла. Прилетаем, там тепло. Мы, значит, фотографироваться там, сняли с себя одежду, всё сдали в багаж. Аэропорт, ну, вроде он маленький, но имени Моцарта. Вот мы прилетели, это Астрия. И такой аккуратненький, маленький, всё так чистенько, всё так необычненько для нас. Мы чуть-чуть пофотографировались, сели в автобус. В автобус мы сели очень удачно. И с нами были столики. И мы прям вот там и кушали, ребёнок у меня там лазил. Всё замечательно. И, в принципе, быстро доехали, там за три часа. Там с одной остановкой, я думала быть напряженным. Ну, ничего вроде так, нормально. Конечно, у меня там ребёнок, я чуть-чуть, как всегда, он доставлял там какие-то беспокойства, ему нужно было лазить где-то. Ну, ничего, всё нормально. Если бы не было этого столика, было бы, конечно, может, совсем по-другому. А так было бы замечательно. Мы ехали, кушали за ним. Причём первый автобус был двухэтажный, и все были на втором этаже практически. Мы с друзьями были на первом. Так что замечательно. Приехали, мы к ужину практически. Как у катания, конечно, во-первых, уже поздно. Во-вторых, мы устали. Ужин, пока разместишься, пока туда-сюда, мы о, завтра с утра. Но нам уже говорили, что будет цикло. Но мы не ожидали, конечно, такого сильного. То есть мы смотрим, светит солнце откуда. Вот и поездочка вышла. Буду сейчас рассказывать постепенно друг за другом. Значит, туда мы ехали. Эти чемоданы, значит, вещей слишком много. Пришлось первую партию забросить багаж. Потому что лыжи не помещались. Поехали, значит, приехали. Ребенок в самолете нам дал жару. Начал там капризничать. Ну ничего, доехали. В автобусе тоже мы так покувыркались. Хорошо, я игрушки взяла. Вот, все время мне приходилось там кормить эту еду. Это, значит, одного, второго. В общем, дети, значит, с двух сторон приехали. Приехали в отель, заселились. Я думала, что вечером мы пойдем там в горы посмотрим, покатаемся. А там, получается, в пять часов подъемник закрывается. И мы никуда не успеваем. Успели только на ужин. Ну ладно, надо покормили. Вроде неплохо кормить. Так осмотрели. Сотельчик вроде ничего. Погода, солнышко светит. Но ждем склона. Ну не знаю, в общем, что там будет. С таким с ожиданием. Люди все такие сгорелые. Довольные. Ну плюс двадцать пять. Все ходят там в маечках в первый день. Но утром мы встали. Снег, туман. Правда, вот внизу в долине не очень так туман. А горы вообще не видно все за это. Но мы-то приехали кататься. Значит, все уехали. Мы с ребенком остались. Такие снежинки падали. Я схватила камеру, начала снимать. Такие вот крупные. Они падают. Город какой-то вот как сказка. Мы начали гулять, значит, по городу. Ну великолепный вот этот снег. Я пыталась сфотографировать сначала, но не видно. И в принципе на видео. Вот все равно все нужно увидеть своими глазами. Вот такой снег. И вообще не ветер. И он так медленно-медленно падает. И город, каждый домик, как картиночка такая, знаете, вот красивая-красивая картинка. То есть вот такое ощущение, что ты вот в каком-то нереальном мире перенес в какую-то страну снежной королевы. Тут горы какие-то. В общем, я ходила по этим мостовым, по этим улицам. Дышала этим воздухом. Атмосфера вообще была невероятно интересна. Потом, значит, мы в отеле. У меня ребенок заснул. А мы снимали специально отель с бассейном. Думаю, где же этот бассейн? Нашла я бассейн. Ребенок у меня спал. Я закатила, попросила, там можно у меня ребенок спит, я поплаваю. Никого в бассейне не было. Я там первый раз наплавалась. Он не очень большой, но замечательный. И такой дизайн прикольный. Но я когда про отель буду рассказывать, я там отдельно расскажу. Потому что про отель я буду отдельно снимать, обзорную. Потому что это такая большая, мне кажется, тема не получится. В общем, первый день мне не удалось покататься. Наши поехали на разведку, сказали, там все плохо. Там туман, ничего не видно. Они там заблудились, поэтому приехали поздно. Плюхнули, значит, тоже в бассейн. В общем, покупались. Поэтому бассейн был для меня, конечно, хорошо. Потому что все равно хотелось какой-то движухи. Пошли на ужин. Ужин, что в первый день повел, великолепный вообще. Просто такое все вкусное. Хотя мы привыкли к шведскому столу. Но тоже, конечно, европейская кухня очень вкусная. Можно было выбрать. Там тебе два блюда, либо такое, либо такое. Единственное, что напитки вечером у них не дают. Даже чаю. То есть это все, оказывается, что в ресторане как бы за отдельную плату. А включен только ужин, десерты там и так далее. То есть, ну вот, объедаловка. Мы думали, там, спортом будем уходить, не вас. А у нас получилось, значит, что мы вкусно-вкусно кушали. Причем были такие супчики, мы вообще великолепны. Все дни. Утром встаем, снежище, туманище. Мы решили кататься по очереди, мои уехали. Я с ребенком осталась в отеле, вообще ничего не знаю. Они, значит, уехали. Снег идет, никуда не пойдешь. Мы, значит, по отелю побродили. На улицу чуть-чуть походили, значит, с коляской. Одной скучно. Я думаю, ну ладно. Ребенок у меня уснул. Я нашла бассейн. Там чуть-чуть поплавала. Обед, в общем, попыталась там пообедать чего-то. Ну, в общем, как-то все комом. Мы приехали поздно. На горе там что-то потерялись. Не могли найти. В результате, в первый день у нас потеряны из-за дороги. Да, всю субботу мы ехали. Второй день, получается, туман. Я, значит, говорю, я с утра поеду, на следующий день первый. Ну, на следующий день я сказала, я поеду, потому что мне нужно исследовать, понять, вообще пусть туман, я поеду. Значит, забралась я на эту гору. В подъемнике мне уже так охо-охо. Думаю, е-мое, давление низкое. Я очень реагирую на давление. В общем, я попробовала скатиться, оценила свои силы, говорю, не, ребята, я подожду погоды. Хотя, в принципе, для климатизации хорошо, что я поднялась. Вот. В общем, я спустилась, начала, поменялась с мужем не станет. Так что потом, значит, погода наладилась, уже после обеда выглянуло солнце. И у меня муж уже поехал после обеда кататься уже по солнцу. То есть, если бы я поехала после обеда, то мне бы досталась лучшая погода. Ну, ничего страшного. Я пошла по городу, и в солнце город еще интереснее, конечно, стал. Там какие-то магазинчики я куда-то заходила. Вот. В общем, все было замечательно, интересно. На следующий день мы решили, что мы поедем все вместе. Делаем фотосессию. То есть, ребенка возьмем с собой, на гору. На этом лифте, значит, поднялись с этой... Ну, у меня младший вообще во все глаза, значит, смотрел на эти виды. Все ему нравилось. И старший у нас там в школу мы его сдавали. Там, значит, есть такие школы для лыжников, маленьких и не умеющих. Да, в любом возрасте там учатся. Вот у него там была группа, и они там замечательно, значит, проводили время. И мы, значит, его там сдали, пофотографировались. Там столько детей мы поднялись, да. Там разошелся столько людей с детьми и с колясками там наверху на горе. Потому что нужно дышать вот этим тоже воздухом. Мы пофотографировались. Сначала я покаталась, у меня муж там чуть-чуть пощелкал. Вот он покатался. Правда, я его не щелкала, потому что я спустилась с младшим ребенком. Нужно кормить было его. А старший выпросил, чтобы остаться с папой, и еще с папой он на горе покатался. Ну, вот это была, конечно, наша ошибка, что мы почти у него на поводу. Потому что на следующий день он устал и сказал, мама, я не пойду. И пропустил целый день. То есть он остался дома. Ну, реально, то есть вот это вот состояние дорвались. Нужно себя контролировать. На самом деле там режим такой, что подъемники работают до пяти. Сначала я думала, ешкин кот, что же вечернего катания у нас не будет. А потом я поняла, что на самом деле это хорошо. Потому что вот все приезжают, дорвались. А на самом деле нужно нас выгонять с горы, чтобы не было никаких эссессов и так далее. Иначе мы там уплюхаемся в этой горе. Что потом, кстати, так и случилось. На следующий день я отлично накаталась. Но у меня младший ребенок пошла вот так мигматизация, поднялась температура ночью. Правда, у меня все лекарства были с собой. Мы все быстренько-быстренько, значит, его привели в чувство. Ну, конечно, это был такой неприятный момент. Но в принципе, я вот так думаю, что если что, и дома могло это случиться. Мы не поняли так, что это было. То ли это зуб у нас так себя повел. То ли вот эти вот эмоции, впечатления. Потому что ребенку это тяжело, конечно. Но вот, слава Богу, мы быстро со всем справились. Значит, питание мы ребенку все взяли. Лекарства все взяли. Мы были ко всему готовы. Потому что дети есть дети. Дети часто болеют и дома, и в поездке. То есть к этому тоже нужно так философски относиться. Потом, что еще мне очень понравилось. Сам город, конечно, великолепный. Обслуживание прекрасное. Значит, все такие радостные. В общем, все впечатления у нас замечательные. И отель мы выбрали хороший. И регион вот этот вот неплохой. То есть, конечно, он интересный. То есть здесь долина. Потом снег растаял очень быстро. Она такая зеленая-зеленая. Вверху горы. Снег, контрастность такая. Хочется вроде раздеться, но очень коварный такой ветер. Вроде только разделся, хоп, а хоп, да опять разделся. То есть такая идеальная вещь. Это жилеточка в такой погоде. В общем, все замечательно. Мы обратно не хотели, конечно, ехать, потому что время пролетело слишком быстро. Последний день мы так нарядились, устроили такой ужин прощальный. Но в последний день у нас случилась неприятность такая. У нас вот у друзей все-таки упало, потому что укатались. Я вот сходила с горы, и муж у меня из-за того, что ребенок менялся, а они там целыми днями. И в конце она уже просто от усталости, наверное, там рухнула и вывихнула себе плечо. Хорошо была страховка. Вот, и она, значит, с этим бандажиком. Ну, в принципе, все нормально обошлось без каких-то сильных травм. То есть если бы что-то более серьезное, ну так, конечно, две недели нельзя там три руку поднимать. Ну вот так вот. Но с нами все нормально. Мы обошлись без серьезных каких-то травм. Я очень плохо катаюсь. Склоны совершенно все разные. Можно себе найти любой. Но пока ищешь, проходит как раз вот эта вот неделя. И под конец вот я в последние дни только вот нашла, где мне нравится действительно кататься. То есть хороший отдых, если есть, позволяет финансовые возможности, это две недели. Причем с деланием перерывов, никуда не ездить, а вот именно в отеле отдыхать. Каждый день кататься. Нужна очень сильная и хорошая подготовка. Вот. Поедем ли мы еще? Ну, конечно, поедем. Только бы деньги нам позволили. Мы вообще любим путешествовать. Если вы подготовились хорошо, у вас вся поездка пройдет нормально. Обратный путь у меня вообще так интересно получилось. У меня ребенок по временем заснул в автобусе. Говорю, он у меня на ситике как-то спал. Я так себя обложил. В аэропорту он там немножко, конечно, покапризничал. Опять незнакомое место. Вот. Но в самолете опять заснул. И выходим с самолета. То есть весь вот этот вот основной путь, когда транспорт. Вот. И когда ты вынужден сидеть и не двигаться, мы, в принципе, пролетели прямо на ура. А там, где нужно ходить, там он просыпался и начинал там требовать движухи. А вот мы на паспортом с контролем стояли. Он капризничает. Куда я с ним продвинусь? Учередь у нас еще такая интересная. Часть людей нас пропустила. Часть на нас поворчала. Ну, в общем, мы... А честь наоборот, говорит, меня чуть ли не толкала. Идите, идите там с ребенком. Я говорю, ну, меня сейчас вся учеба тебя рать будет. Мы вас поддержим. Ну, никто меня не поддержал. Но я все равно прошла. Там чуть-чуть кто-то меня пропустил. И достаточно быстро мы прошли контроль. Потом еле у нас брат забирал. Мы загрузились в эту машину. Пробочка, конечно, наша. Вообще у нас есть необустроенность вот эта в аэропорту. Не продуманно, не думают о людях, как они будут ехать. То есть Ленинградку не знаю, когда там сделают. Поэтому вот этот участок, как мы подустали, приехали домой, выгрузились. Все. И теперь мы все перестирываем, переглаживаем. В холодильнике пусто. Ну, мы как бы пошли купили всякой кулинарии готовой. То есть, в принципе, к возврату я тоже готова. У меня там всякие памперсы, детская еда, детская одежда на первое время. Все я подготовила. И, в общем, все нормально. То есть отдых удался. Если там и были какие-то небольшие моменты, то как бы этого не избежишь в простой жизни. Поэтому отдыхайте с детьми, получайте удовольствие. Дети – это не ограничение возможностей в путешествии, а расширение этих возможностей. Только готовьте денежку. Поехала. Туманище. Я, значит, кататься пытаюсь. Ничего не видно. Голова кружится. В общем, я съехала там с одной горки. И говорю, нет. Что-то я плохо себя чувствую. И вернулась в отель. Вернулась в отель. Муж у меня уехал. Опять я одна. Вроде погода стала улучшаться. Но тоже второй день на смарку. Поехали дальше. Значит, ну, вроде выглянуло солнце. Мы решили, что возьмем ребенка с собой на следующий день. Так, с солнца. Там, пофотографируемся на горе. Мы приехали, там по очереди покатались, пофотографировались. Ну, в общем, вот так вот как-то. Я начала чуть-чуть кататься. Но устала быстро, потому что, в принципе, очень мало каталась. И быстро устала. Ребенка мы сдавали в школу. И, как бы, в этот день, значит, я откаталась. Младшего спустилась, забрала. А старший остался кататься, значит, с мужем. Покатались. Вечером приехали. Сходили в бассейн. И вроде так вот, как бы, все начало налаживаться. Но ночью, блин, у меня дети заболели. То есть, акклиматизация. Им что-то не понравилось. Этот укатался. Старший устал. Опять я осталась, значит, одна в номере с детьми. Опять никуда не поехала. Опять не каталась. У меня муж, значит, поехал. Они там накатались. Я по магазинам пошлялась. Очень по городу. Правда, они пораньше приехали, спустились. Ну, в общем, тоже, в общем, черти как. На следующий день я отлично покаталась. В принципе, вот один день, когда я прям супер-супер-супер каталась. И, в общем, ну, поменялись мы. Но все равно дети, как бы, очень быстро, конечно, прошла акклиматизация. То есть, у нас был один день, вот эта вот одна ночь беспокойная. Я даже там давала таблетки, сбивала температуру. Но потом все наладилось так быстро, прям. Это хорошо. Ну, вот. Ну, и потом уже, опа, и отъезд. Мы, значит, сходили опять в последний день покатались по очереди. Сбегали по магазинам, там, сувениров накупили. Посмотрели город. Город не очень большой. Ну, в общем, и вот такая вот у нас получилась поездка. Обратно. Опять, значит, автобус. Ребенок у меня, правда, спал. Потом самолет. Из самолета этот чертовый паспортный контроль, где все орут. Ребенок у меня там начал с этой самой, с истерикой. Ну, кое-как там прорвались через этот паспортный контроль. Забрали багаж. Дома так устали. И все. В общем, теперь я все перестирываю, переглаживаю. В общем, вот такой вот у нас отдых получился. Ох. Ну, так вот. Так что, вроде мы и покатались, но все так мало, так быстро. Какие-то проблемы. И как-то, не знаю. Я так по каким-то склонам попробовала кататься. Спускалась-спускалась там потихонечку. Где-то мне нравилось, где-то мне не нравилось. В общем, ну, как-то вот, ну, не знаю. В общем, съездили мы, конечно. Отдохнули, каникулы привели. Вроде интересно. Дети довольны. Муж доволен. Ну как, тебе понравилось ездить? Очень. Очень? Еще поедешь? Хотела бы. Да? Очень. Ну как катание? А как горы? Не зря ездили. Устал? После дороги. После дороги моя. Умничка. Так что ездите с детьми, отдыхайте, набирайте здоровья. И составляйте свое мнение. Ваш отдых будет совершенно другой. Не похожий ни на чем. Ни на чей. Так что читайте отзывы. Но путешествовать лучше самим. Да? Пока-пока. Пока-пока.